ольга дмитриевна приветствую вас это какой вот по счету уже ваш пикет потому крайний раз 60 десятый вот снимали ну и что в общем так как какие моему сыну лично моему сыну предложение поступало на батарейной на батарейной поскольку мы с ним проживаем на батарейной пришлось отказаться в пользу тех кто там проживает нам тоже нуждающих очень много поэтому лучше чтобы сын инвалид проживал рядом с матерью правильно потому что выдают квартира выдается однокомнатная маленькая только для поживания одного человека поэтому надо чтобы рядом ну и плюс ко всему нет там инфраструктуры вообще и абсолютно без ремонта то есть там кто-то сколько-то лет очень много проживал вот жилье освободилось и предложили вообще без ремонта я как бы ремонта за чей счет будет вообще-то с бюджета выделяется на жилье инвалида 2 миллиона семьсот тысяч ну я считаю что на батарейной такой суммы нет таких квартир наверное скорее всего вот вас писано то будет 2 миллиона семьсот тысяч они даже не соизволили ремонт там сделать то есть вот тот кто получит эту квартиру как бы тоже надеюсь на что связи нет с ними а так бы можно было сказать что требуйте ремонт за счет бюджета также за счет этих выделенных денег делают ремонт вот связь пока нет ну мы обязательно тоже сделаем запрос если удастся получить контакты какие-то с вами тогда свяжутся именно в новоленина потому что мы с ним там проживают новоленина и надо чтобы по районам как-то не так чтобы прямо на дальнюю куда-то заимку вообще ну там тоже нуждающихся очень много на батарейной я лично знаю таких людей которые нуждаются именно на батарейной квартире ну вот мы отказались так вот продолжаю стоять в пикете потому что нуждающиеся еще не все получили далеко не все и за нами еще очень большая очередь это в количестве пятидесяти человек за нами еще в очереди ну то есть вот как председатель всероссийского женского союза надежда россии буду стоять до последнего до победного ольга дмитриевна отстаивает права не только своего сына до всех в общем-то и постоянно об этом говорить что всех нуждающихся которые находятся в очереди у которых есть решение суда которые по имеют по закону имеют право на получение жилья они отстояли это право в суде у них есть решение суда такое количество не уменьшает а проблем не решает спасибо удачи вам будем поддерживать вас спасибо